Добрый день! Мы поговорим, естественно, не только о празднике 8 марта, в том плане, кто какие салаты будет делать. Нет, об этом мы, наверное, почти не будем разговаривать. Мы поговорим о роли женщины в современном обществе. Что сейчас, какую роль играет женщина? Потому что одни говорят, что все, она окончательно эмансипировалась, она никому ничего не должна, она вообще может жить без мужиков. Другие, наоборот, говорят, в том числе и женщины. Многие считают, что женщина должна быть хранительницей очага, она должна расти детей и вообще, в идеале, даже и не работать. Поэтому вы нам высказываете свое мнение по телефону 3190. Что вы думаете о роли женщины в современном обществе? Кем она должна быть? Суговым матерью? Или и так, и сяк? Или наоборот, женщина никому ничего не должна, вообще не должна выходить замуж. А может, кто-то скажет, даже и детей не должны рожать. У нас сейчас, еще раз говорю, пока один гость студии, остальные к нам спешат. Ну, сами понимаете, предпраздничный день, пробки, наверное, кого-то уже поздравляют. В общем, женщинам сегодня нелегко, поэтому просительно, что они опоздают нам сегодня. Две гости эфира. Ну, женщины даже под венец опаздывают. Ну, что ж, там наш несчастный эфир. Тут уж сам Бог велел опоздать. Пока представлю первый гость в нашей студии. Это Екатерина Демьянова, руководитель стоматологической клиники. А еще Екатерина скоро будет моим коллегой. Она будет у нас вести рубрику на нашем телеканале Тверской проспект, регион. Здоровый разговор. Будут разговоры о медицине. О медицине всегда, знаете, надо помнить. Куда же мы без медиков, тем более в разгар коронавируса. Ну, и без всякого коронавируса. Медики – это замечательное сословие в нашем обществе. Екатерина, добрый день. Добрый день. А остальные гости, еще раз говорю, прибудут буквально с минуты на минуту. Они уже мчатся, мчатся со всех сил. Ну, сами понимаете, Твери такой город мостов. Развили, наверное, где-то мосты, поэтому они опаздывают. Ничего, присоединяются к нам позже, а вы, еще раз говорю, звоните. 300-190. Екатерина, скажи, вот, на твой взгляд, у нас вот женщина, какую сейчас роль в нашем обществе играет современно? Я думаю, одну, во-первых, основная ее роль – это все-таки продолжение рода. То есть, все-таки основное продолжение рода? Ну, я считаю, что да, потому что, понятное дело, что у нас сейчас есть современные технологии в той же медицине. Да, сейчас практически возможно все, но чтобы были люди, чтобы были мужчины, чтобы все, то есть, все-таки это продолжение рода. И я, как мама троих детей. Ого, трое. Прекрасно. То есть, конечно, для меня самое главное – это наличие детей. А вот, ведь стоит напомнить, что телезрители, наверное, тоже не все знают, что это, кто-то не помнит, особенно молодежь, что 8 марта, это изначально, на самом деле, этот праздник появился в результате борьбы женщин за свои права сто с лишним лет назад. От Клара Цеткина, Розы Люксембург, тоже кто-то, наверное, думает, что это просто такая улица. До ствери, на самом деле, не только у нас такая улица. Это в честь той самой воительности за права женщин. Потому что, ну, действительно, сто с лишним лет назад, в времена этого дикого капитализма, права женщин действительно сильно ущемлялись. Им платили меньше. Они работали так же, как мужчины, а то и больше. А самое даже главное, ведь тогда, это была правда, дорогие телезрители, была проблема, у женщин просто зачастую не брали ни на какую работу. Ладно, бы еще платили мало. Их не брали ни на какую работу, и особенно на себе это почувствовало поколение женщин Первой мировой войны. Причем это не только жены рабочих. Нет, это жены вполне представители среднего поколения, когда их мужья погибли на фронтах Первой мировой. Оказалось, что они совершенно не знают, что им дальше делать. У них на руках дети, а на работу их никуда не берут, ни на фабрику. Ну, просто, наверное, в силу своего сословия, допустим, у девушки, может быть, высшее образование, на фабрику она не пойдет, а больше никуда не брали, ну, может, куда-то горничной. Это была большая проблема тогда, сто лет назад, куда деваться женщине, если вдруг она лишилась своего мужа. Поэтому это не просто так, это не какая-то некая блажка ларицетки. Действительно, проблема существовала, но прошло уже сто лет, сто с лишним лет с тех времен. И мы видим, что женщины успешно сейчас функционируют, иной раз, и без мужчин. Вот еще раз говорю, к примеру, Екатерина, она руководитель стоматологической клиники, то есть и при этом мать трех детей. Екатерина, вот в этой связи мне хочется спросить, дискриминация та самая. Вот ты сейчас руководитель, ты вообще сталкивалась когда-нибудь? Ну, сейчас, наверное, уже ее практически нет. Однозначно, она есть в определенных профессиях, в таких как, ну, я все по медицине, например, хирург. Доверяет больше мужчинам. Кто доверяет? Пациенты. Вот как это? Пациенты в основном, вот почему-то у нас есть такой стереотип, да, что хирург – это мужчина, это он. А приори как бы вот… А что, у пациента есть выбор? Хочешь, не нарезал он? Ну, пациенты, когда, например, выбирают себе доктора, да, или обращаются в платные… Ну, еще и доктор выбирают. Да, платные медицинские услуги, то есть они смотрят на сайте, где-то выбирают, да, по отзывам. И в основном больше всего пациенты доверяют мужчинам, хотя есть прекрасные хирурги-женщины, но это уже так. Но ведь считается это не просто так, потому что хирургия – это тяжелое, на самом деле, дело, это только скальпель, это легкая штучка. И, соответственно, я много слышал, мужчина, хирург должен быть, по-моему, физически сильным. И поэтому мужчины идут на хирургов, и, в первую очередь, такое вот клише, скажем, существует, потому что, то есть хирург должен быть физически сильным. То есть можно ли тут сказать, что речь о дискриминации? Ну, попросту говоря, на хирурга девушка может поступить в медуниверситет? Да, конечно, однозначно может, она может выучиться, все, и она… И что, ее потом могут не взять куда-то? Ну, есть такое, что где-то вот есть предпочтение именно мужчинам. Ну, допустим, как администраторами, например, берут в основном женщин, да, потому что они прекрасные, они чаще всего лицо любой организации. Опять дискриминация? Ну, опять же таки, нет, кто-то берет, но привычнее, нам привычнее видеть, да, заходя куда-то, видеть девушку, да, с красивой улыбкой. Да, где-то так, водитель, да, многие же в то же такси, когда садишься, и если там девушка, некоторые сразу так с недоверием относятся. Что вы здесь делаете, да? Да, почему, зачем вы выбрали себе такую профессию, да, зачем? Вот, то есть здесь, но это уже практически сошло все на нет, поэтому я думаю, что как и девушка, как и мужчина, они могут себя реализовать уже в любой сфере. То есть у нас же есть уже и военные, да, все, то есть как бы сейчас уже такой дискриминации, думаю, нет. Может быть где-то в отдельных каких-то организациях, где есть вот строгие там правила. А говоря вот тоже дискриминации, как еще говорят, бывает, к примеру, не хотят брать женщину по той причине, что она в декрет уйдет. Вы согласны, есть такое или нет? Есть, есть, приходишь на работу, у тебя маленький ребенок, так, это плохо, да. Нет детей, это тоже плохо, потому что ты за ними же пойдешь. Замужем плохо, не замужем плохо. То есть в этом, конечно, любой руководитель боится потерять специалиста, да, то есть он его обучает. А через год девушка говорит, ну извините, я в декрет ухожу, то есть, да, есть в этом опаски какие-то, один ребенок, двое детей, то есть в этом плане, конечно, риск большой, не устроится. То есть все-таки такое имеет место быть в нашей современной жизни? Да, это да. То есть это все-таки дискриминация? Да. А еще одна вещь, с точки зрения оплаты, берут, допустим, вот тоже из сферы медицины конкретно говорить, берут там, условно говоря, тоже хирурга или там, не знаю, кардиолога, девушка и молодой человек, выпускник меда. Нет, здесь никакой роли не играет, здесь может играть роль именно опыт. Опыт, да, то есть это молодой врач или это опытный врач. Ну это другое, опытный там юноша и опытный там 45-летний хирург, понятно, он будет получать больше, наверное, смею предположить. Ну не везде, но есть внутри клиник свои категории, да, там врач высшей категории. Ну это другое, а с точки зрения пола нет такого? Нет, однозначно. То есть получается, вот если так сделать вывод, что сейчас, в наш взгляд, женщины играют, ну, совершенно равную роль с мужчинами? Да, я считаю, что да. Интересно, почему все-таки в политике пока у нас как-то меньше, хотя все больше идет? Ну, я думаю, что сейчас женщины пробьются. А у нас в наш эфир сейчас настойчиво пробиваются мои коллеги, чтобы выпустить рекламу, а вот мне еще показывают, что подтянулись, наконец, другие гости эфира, они тоже сейчас настойчиво пробьются, но через три минуты, не переключаясь, говорим о роли женщин в современном обществе в преддверии 8 марта. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», мы сегодня говорим о роли женщины в современном обществе, какой она должна быть, эта самая женщина. А вы нам звоните по телефону 3190, а у нас, как вы видите, в студии пополнение, наконец-то преодолев, вот мне сказали дамы пробки. Я их понимаю, да, предправительный день, судя по всему, у нас же полстраны, выглядишь на улицу, не работает, везде заторы, все уже куда-то мчатся. Дорогие руководители, куда вы смотрите с вашими подчиненными, чем они занимаются, выглядите в окно, уже, наверное, все уже давно на своих личных машинах мчатся по магазину. Итак, представлю замечательных дам. Это Татьяна Синичкина, психолог, и Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области. Дамы, опоздавшие, но, еще раз говорю, вам просить, вам можно все, тем более скоро ваш праздник. Скажите, что вы думаете о роли женщины в современном обществе? Какой все-таки она должна быть, на ваш взгляд? Ну, наверное, да, мне. Не нравится. Обычно дам представляют слово «вперед мужчин», поскольку здесь только один я мужчина, поэтому... Ну, наверное, я бы не стала начинать с того, что роль должна быть какой-то, да, она просто есть, и это, наверное, факт. Роль женщины, наверное, всегда, во все времена была такой, знаете, наверное, особенной. Женщина – это вообще само по себе носитель любви, красоты, чего-то такого воздушного и нежного. А сейчас, когда у нас такие времена особенно непростые, да, мы такие многие кризисные моменты переживали, наверное, нам всем не хватает этой любви, вот этой нежности, заботы. И я думаю, женщина, как никто другой, с этой миссией справляется замечательным образом. Но я не думаю, что только этим все и ограничивается. Сейчас во многих сферах жизнедеятельности женщины преуспевают и показывают действительно, может быть, за счет своего вот этого колоссального внутреннего потенциала, за счет своей женственности, добиваются успеха во многих сферах жизнедеятельности. Мне кажется, это прекрасно. И я много работаю с разной категорией людей, и с мужчинами, и с женщинами. И в последнее время не вижу особой разницы, чтобы вот где-то женщина уступала. Как мне кажется, что очень здорово справлять с различным функционалом, включая и воспитание детей, что, на мой взгляд, тоже является очень важным таким вопросом. Очень часто говорят о том, что воспитание ребенка – женская задача. Вот, на мой взгляд, воспитание ребенка – задача родителей, в первую очередь, да, и в равной степени. И для общества это очень большая проблема, когда воспитанием занимается только ребенок, выпадает очень большая, только женщина, выпадает очень большая функция мужчины в данном случае, и мы имеем потом достаточно много различных проблем. И, на мой взгляд, это общая задача. Хорошая такая оговорка по Фрейду. У тебя сейчас и женщины, и мужчины работают, и воспитание занимается только ребенок. Ребенок, да. Кто тебя воспитывает, когда-нибудь только папа Карла. Да, тоже имеет место. Ирина, согласна? Ну, а почему же нет-то? Единственное, что у меня в семье мы занимаемся воспитанием детей совместно с супругом, и обязанности у нас тоже распределены совместно, и работаем мы тоже все вместе. Может быть, отчасти мне приходится работать больше, потому что много общественной нагрузки. Поэтому, ну, не скажу, что легко сейчас с женщинами в современном мире, да, потому что очень такая активная динамика идет, хочется везде успеть, все сделать, чтобы все было и дома, и на работе, везде порядок. Ну, такое бывает только в идеале. Но к идеалам надо стремиться, совершенству нет предела, поэтому мы вот такие все активные. Опять-таки ваше отсутствие мы уже с Екатериной обсудили, но вы в момент согласны, что теперь вот женщины, уже больше ста лет прошло, как они начали бороться свои права, мы уже говорили, Лара Центлина, Розова Люксембург, что теперь женщины во всем равны мужчинам, в своих правах. Хочу на ту работу, пожалуйста, хочу там, не знаю, там, учиться, пожалуйста, хочу во власть, пожалуйста, и так далее, и тому подобное. Ну, вы знаете, мне кажется, да. Я вот не вижу какого-то прям разделения, что вот женщине куда-то что-то нельзя. Я даже думаю, многие этим иногда злоупотребляют женщины, да, и, может быть, даже этого чересчур иногда много. Здесь вопрос весь в том, чем продиктовано это стремление самой женщины, да, кому-то что-то доказать и, опять же, отстоять свои права, там, за что-то бороться, да, вот эта вся история. Или это желание действительно развиваться, расти и нести какое-то благо, и при этом есть такая возможность у этой прекрасной женщины, тогда почему нет? Мне кажется, я знаю таких много, и на своем примере могу сказать, что, да, в принципе, у меня получается и работать, и у меня тоже трое детей, поэтому... И, в общем-то, никакой проблемы в этом нет. У нас сегодня замечательная мама, одной трое, другой трое. Вот, прямо власть наша порадовалась бы, демография растет. Мы все сделали, хватит. Ирина, учитывая, что еще и депутат ЗАГС Собрания, согласна? Согласна, работаю в основном среди мужчин, мне это очень нравится, ко мне очень бережные отношения, вот, и на самом деле никто меня никогда, никак не ущемлял, даже наоборот, я себя чувствую очень, как бы, за надежными плечами, поэтому все зависит от человека, я думаю, все зависит от женщины, от общества, которое вокруг находится, и от взаимоотношений, которые есть возможность выстроить, то есть это все в наших руках, мы, женщины, такие слабые-слабые, ну, это самое, ну, крепкие. Если нам что-то захочется, мы это обязательно получим. В этой связи такое движение, как феминизм, понятно, я могу понять, почему оно появилось когда-то, допустим, но получается, вот я вас выслужил, что, по крайней мере, у нас в России оно не нужно, потому что феминизм, борьба за права женщин, а раз вы все получили уже, за что бороться-то? Все? Я думаю, даже слишком много получили. Иногда часто приходится сталкиваться с такой проблемой, что вот в этой борьбе мы немножко переборщили и забрали лишнего. А например? Например, мы вот занимаемся всем и воспитанием детей, я знаю много таких примеров, да, и детьми, и работой, и какой-то общественной деятельностью. Я думаю, вот и вот, все примеры. Прекрасные блага, да, но при этом, да, мы вот поработали, у нас рабочий день, мы ничуть не меньше работаем, мы приходим домой, у нас есть еще работа, да, дополнительная, приготовить, убраться, побыть с детьми и так далее, и эту работу никто не отменяет, да, то есть мы вот поборолись, поборолись и, в общем-то, получили себе... За что боролись? Да, чуть больше обязанностей. И очень часто приходится слушать, ну, по крайней мере, мне, да, и у меня клиентки часто это озвучивают, что они тащат на себе очень много, тащат на себе огромный груз из огромного колоссального количества обязанностей по дому. Ну, в общем-то, что остается мужчине? Если мы все забрали у него, да, большую часть, боролись, боролись, забрали, что остается отдать? А что, мне сразу так интересно... Личный диван, да? Да, а что вы готовы, какую часть отдать обратно? Мы вот так слушаем, у него это интересно право. Ну, что, например, отдать обратно? Вот я за то, что заниматься можно. Если, вот, допустим, работа женщине нравится, приносит удовольствие, приносит доход, почему нет? Все прекрасно. Один работает, второй работает, все здорово, замечательно. При этом домашние обязанности, которые очень часто называют женскими, да, вот, женские дела. Почему? Семья-то одна общая, оба работают, дети общие, дом общий, а обязанности женские. А у мужчин обычно, знаете, такой аргумент, говорит, я же унитаз починил 3 месяца назад, когда сломался, все, буду лежать на диване, ждать, когда еще что-нибудь сломается, или гайку надо привернуть будет. Правда, проблема в том, что гайку надо привернуть раз в 3 месяца, а борщ готовить каждый день. Вот, вот, о чем и речь. А это семейные обязанности, которые можно разделить, в принципе, и не только со своим супругом, но еще можно привлечь к этому замечательным образом детей. Конечно же, по мере возможностей, скажем так, да, то есть мы не будем там на ребенка 8 лет нагружать там, я не знаю, мытье полов во всем доме, но какую-то часть семейных обязанностей вполне возможно. И здесь у нас будет и сплочение семьи, и мамочки легче, и все включены, и вот она, мир взаимопонимания, и все счастливы. В идеале. В идеале. В идеале. Наверное, да, в моем идеале. Вы считаете, что слишком много вы себе забрали? Да. Не могу сказать именно про себя, нет, но есть девушки, которые забрали даже починить унитаз и прикрутить болт. Ну, раз ты сама можешь, то зачем мне напрягаться? И в принципе это правильно. Зачем мы это делаем? Да, и мужчинам не даем возможность нам помочь. А ты где от меня, да, Гаечным ключом? Да. Я на диван футбол смотри. Я считаю, что все-таки, ну, наверное, если у мужчины получается зарабатывать деньги, пусть он зарабатывает, девушка может работать, женщина. Работать в свое удовольствие. Да, желательно со свободным графиком. Вот это идеально, и когда она может, да, все успеть. Вы, как руководитель, прям кромол из ваших уст, подчиненным дать свободный график. Ну, так как я... Они сейчас вас услышат? Отлично. В медицинском учреждении у нас же врачи выбирают себе смены, когда им удобнее утро, вечер, поэтому... Хорошо. Ирина. Ой, как... Очень хочется иметь много свободного времени, но когда оно появляется, сразу возникает вопрос, чем его загрузить. И мы тут же начинаем грузить себя чем-нибудь еще. Поэтому свободного времени, как правило, нет. Проекты все интересные, они вот так вот идут по нарастающей... Ну, вот сегодня у меня выстрелило дополнительно плюс два проекта, таких глобальных, вот, ну, помимо тех, которых я еще двигаю. А можно же было на диване лежать или в салоне без гудита? Можно было в салоне посидеть, там, отдохнуть, на массаж сходить. Ну, покой нам только снится. Это все для меня, например, это скучно. Вот. Мне гораздо больше интересное общение, познавание чего-то нового. Я думаю, что это и дети мои видят, и на моем примере это самое главное для них. Я вижу, что они смотрят на меня и впитывают все, что я там и говорю, и спрашивают меня самое главное. И я первые узнаю пока что новости, которые они там между собой обсуждают. Мне это очень приятно. Поэтому я думаю, что вот это вот, наверное, важно, чтобы быть интересной мужу, быть интересной детям своим, быть интересной коллегам. И тогда мир вокруг нас устраивается. Хочется вас дополнить, вот, в первую очередь, интересной быть самой себе, наверное. Тогда будешь интересен всем остальным, и супругу, и детям, и жизнь будет играть другими красками. Мне кажется, вот это самый главный приоритет. Не кто сколько, когда, в каком объеме, какие обязанности, а в том, что тебе действительно интересно, интересен каждый день твоей жизни, и тогда все вокруг складывается замечательно. А кто что делает, да главное, чтобы всем было хорошо. Если все успевают, почему нет. Да, если всех все устраивает, то это все. Да, ладно. Стараемся успеть. В связи, вот вы говорите, слишком много мы забрали в паре революционной борьбы. А может быть, такой вариант сделать, что женщина работает, условно говоря, на три часа меньше мужчины. Раз слишком много забрали. Потому что вы-то, как я так понял, вы забрали мужские обязанности, а речь все-таки не о том, чтобы вернуть то, что забрали, а мужчина пусть возьмет то, что было у вас априори, готовка, балы и так далее. То есть, вот все-таки, вы что предлагаете, может быть, что, допустим, женщина работала меньше, в принципе, там, я говорю, там, пяти часов рабочий день, к примеру, или там, четырехдневный рабочий день, или что, или просто хорошо, вот это мы забрали себе, то есть, работу, бизнес, там, все что угодно. Ну, ты, муженек, будь добр, возьми часть моих прежних обязанностей, ну, там, воспитание детей и так далее. Все-таки, вы за что, дамы? Да, нас никто не заставляет работать, мы сами. Я уж понял, что вы сами, да, да. А потом плачете, что мы устали. Мы не плачем, мы за комфорт в каждой семье. Каждый же выбирает для себя то, что его устраивает. Где-то и мужчина уходит в декрет, сидит с ребенком, готовит, но ему это нравится. Причем с удовольствием. Да, с удовольствием. А женщина, наоборот, зарабатывает. Где-то, наоборот, кому-то нравится сидеть дома, кому-то нравится вести активный образ жизни. Я слышал, что женщины говорят, да мы это зарабатываем, потому что вы, сволочи, заработать не можете. Да мы бы на диване лежали. Везде же, ну, разные ситуации, есть вопросов нет. Нет, но никто никого не держит, и каждый создает комфорт для себя, такую жизнь, которую он хочет, да. То есть, если она бьет ключом, и ты успеваешь, то почему не работать на двух работах, иметь детей, ты успеваешь следить за домом. У тебя четко там поставлен график, да. То есть, если это тебе приносит удовольствие, и ты от этого чувствуешь себя лучше, выглядишь лучше. Потому что все равно сидение дома, оно немножко расслабляет любую девушку, женщину, они перестают. А в каком плане расслабляет? Ну, можно не одеваться, не краситься, да, там, вести, как-то лежать на диване, зачем я там. Есть пенюшки, да. Да, кто-то, конечно, дома там и в пенюар ходит, да. Но когда ты выходишь в люди, ходишь на работу, да, ты все равно держишь себя в форме, потому что ты больше себя можешь реализовать, ты лучше выглядишь, и у тебя больше увлечений становится. А я вот слышал просто такую позицию, что любой, на самом деле, женщине, любой, на самом деле, даже, казалось бы, сильный, там, успешный и так далее, на самом деле, в глубине души она хочет быть маленькой девочкой, которая приносит конфетки, вообще, да, вот как раз сидеть дома, чтобы муж обеспечивал, то есть, вот, ну, мне так эта женщина говорит, ты не понимаешь вообще, на самом деле, любой девочке вот хочет, на самом деле, к черту эту работу, вот сидеть дома, вот, там, плюшки какие-то есть, да, или нет, по жизни, по жизни, вот, там, воспитывать детей и все, и к черту эту работу, вот так это, на самом деле, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, я бы сказала, что в любом случае все очень индивидуально, вот настолько, насколько может быть, вот как отпечатки пальцев. Я знаю огромное количество примеров, где девушка действительно занимается только домом, и это ее работа. Она занимается воспитанием детей, следит за домом, готовит, при этом она прекрасно выглядит, прекрасно себя чувствует, общается со своими подругами, ходит заниматься спортом. Ее муж приходит домой с работы, у него все уютно, красиво, мир, да лад, все здорово, и они оба счастливы, и все на своих местах. И она абсолютно не испытывает никакого дискомфорта от того, что она большую часть времени проводит дома за своими обязанностями, потому что это абсолютно прекрасно ложится на ее внутренний мир и полностью соответствует. А есть обратный пример, когда вот варить борщ, вот вызывает просто адский дискомфорт, и просто внутри аж все кипит, и это просто невероятно. Но при этом эта дама прекрасным образом справляется там, ну скажем, с управленческой деятельностью, и у нее обалденно идет бизнес, да, и она может обеспечить там всю семью, и тогда у них тоже все хорошо, все здорово и замечательно. Да, и можно еще, и да, там в какой-то момент, когда очень сильно захочется сварить борщ. Поэтому все индивидуально, и я про то, чтобы, наверное, не делать каких-то вот шаблонов и стандартов, про то, чтобы каждая девушка, и каждая, и у каждого, да и да, и у мужчины есть внутри этот маленький малыш, который иногда хочет отдохнуть, повеселиться, похулиганить. И важно давать возможность этому внутреннему ребенку обязательно похулиганить, потому что без этого тогда жизнь становится просто скучной и неинтересной. Но я про то, чтобы, наверное, каждый сумел услышать себя, да, и что важно именно тебе, что чего ты на самом деле хочешь. Ты хочешь реализоваться как домохозяйка прекрасная, да, или как бизнесвумен, или как прекрасная мама, или может быть всего по чуть-чуть, что тоже может иметь место быть. Но все-таки, да, мы еще раз возвращаемся к этому вопросу, что и мужчина должен взять часть ваших изначально обязанностей на себя. Но вот по вашему мнению, это происходит или мужики активно от этого отбояриваются в массе своей? Понятно, что это происходит где-то в отдельных семьях, ну, как в том фильме сказано, не в нашем районе, не в нашем ауле, но в целом. Добровольно, принудительно. Добровольно, но принудительно. Нет, ну, на самом деле, все идут друг друга на встречу, оба родителя, и стараемся вот так вот найти какой-то компромисс, чтобы, ну, не в ущерб и не навредить никому. Я думаю, что это нормальные отношения. Ну, это, допустим, твоя семья. А что, подруги, знакомые говорят, Ир, как тебе завиды? А мой-то ни в какой не хочет больше сварить. Нет, мой может сварить и накормить, когда у мамы нет. Раньше, конечно, сопротивлялся, а теперь деваться некуда, наверное. Не, ну, и я... Палу, и я тяжелый, да? Ну, на самом деле, я тоже, когда у меня есть время, я все делаю, и такого нет у нас. Вот сегодня делаешь ты, завтра делаю я. Ну, все, в общем-то, наверное, уже выросли мы из таких штанишек, где там границы расставляются и там обязанности распределяются. Уже все совместно, все слажено. Екатерина. Нормально. Ну, как происходит в массе, не могу сказать. Ну, ведь с подругой, здрасте. Ну, с подругой все общаются. Ну, все равно с подругами. Я же вот это говорю не потому, что я придумал, я это из-за личной жизни, из-за общения с другими представителями прекрасного пола, поэтому мне это интересно. Психолог, наверное, узнает. Психолог, свое слово всегда скажет. Вы тоже все общаетесь. Вы тоже... В моей массе мужчина помогает. Вот. Однозначно помогает, да. И даже, например, своего мужа, то есть, он может накормить детей, накормить себя, приготовить ужин, да. Полу-выбыть? Ну, по необходимости. То есть, если... Необходимость. А необходимость всегда пол мыть, он пачкается. При его желании, наверное, скорее вот так. Если так, ну, наверное... Ну, вот все-таки, да. Все-таки помогают, ну, правильно, но не везде. Не везде. Их надо попросить. То есть, если попросить, тогда не откажут. Ну, как хотите, знаете, на мой взгляд, это... Ну, и пилой быть тоже нельзя. Ну, это тоже как-то косяк, потому что, что значит попросить? А я понимаю, попросить помочь соседке пол вымыть. А ты живешь в этой квартире, и если тебя не попросят, ты уже зарастешься. А вы моете пол? Ну, как у нас, как говорит мой папа, услуги отменены в семнадцатом году, поэтому меня как-то с детства приучили. А как? Я здесь живу. А холопьев нету, к сожалению, разбежались. Может быть, просто не давало такой возможности, потому что... А, ну это Золушка жена называется. Только свою штряпку, ну, хватит у тебя, и давай сама. Нет, не Золушка, но пока у меня муж работает допоздна, и, соответственно, он приходит, дом всегда чистый. Зачем ему быть спалыми? Ну, сказать, я тоже работаю допоздна, дорогой. Ну, может быть. Нет, знаю подруг, у которых и убирают, и готовят. Хорошо, получала фраза «знаю подруг». Да. Когда-то я видел белого тигра в цирке. А, Татьяна, опять-таки, в силу работы много через ваши, что называется, добрые руки проходят людей. Как вот, мужчины добровольно или когда попросят? Ну, вот, вы знаете как? Так, я, наверное, скажу так. Если где-то что-то происходит, значит, это кому-то надо. И если в семейной паре сложились отношения таким образом, что женщина несет на себе большую часть обязанностей, она может говорить, что вот она устает, что это все плохо, что он такой-сякой бездельник и вот и так далее, и тому подобное. Но при этом муж не подключается, да, добровольно. И даже вот, как Екатерина сказала, на помощь иногда не откликается. Такое тоже бывает. Если это в паре присутствует, и пара продолжает функционировать в том же формате, в котором она и, в общем-то, находится, то, значит, обоих так устраивает. Значит, они решают какие-то свои внутренние проблемы. Ну, хорошо, это тяжелый случай, да, когда мужчина лежит на диване, жена пришла с работы поздно, и под этим диваном стряпка, он все равно лежит, это, я считаю, тяжелый случай. А если оба пришли ровно в полседьмого с работы вечером, вот оба, все-таки из вашей практики сейчас мужчины, вот, ну, так же, дорогая, ну что, я давай картошку, а ты лук, и вместе будем варить борщ, или как? Или все равно чаще надо просить супругу? По-разному, по-разному. И, конечно, по-разному, чаще как, на ваш взгляд? Чаще идет заявительный принцип, конечно. Заявительный? Заявительный, да. Это когда все-таки нужно сообщить, да, что помоги, пожалуйста, да, вот то-то, то-то, то-то. Все-таки, наверное, это связано не с тем, что мужчина, вот, как вы говорите, да, вот общий дом, вот почему не сделать это. Я думаю, это связано с тем, что все-таки, наверное, нет еще такой прям четкой сформированной позиции, да, то есть это все про ментальность история. Долго-долго-долго нас учили другому, что есть женские обязанности и точка, что мыть посуду не мужское дело, вообще, в принципе, и так себе ты, мужчина, если ты занимаешься женскими обязанностями. Лох, только ситуация. Ну, это присутствовало долгое время, ну, что скрывать? Ну, а сейчас присутствуют в семьях? Отец сыну говорит, вот нынешнее поколение, там, 30-35-летний отец своему сыну, сынуля, это не мужское дело. Давайте так, честно скажу, есть такие примеры, они есть, но их становится все меньше, меньше и меньше. И все чаще я вижу осознанную позицию в семьях, как со стороны женщины, так и со стороны мужчины. Когда мужчина понимает, что его женщине, да, которая, мама его детей, на которой огромное количество обязанностей, нужна его помощь и поддержка. И, скажу больше, она просто необходима. И когда он свой вклад в семью вносит, вот такой, то всем это идет на пользу. И ему самому, и детям, и его прекрасной женщине. Такую тенденцию я наблюдаю. Абсолютно точно. Я наблюдаю еще такую все-таки тенденцию, когда, опять-таки, все чаще от женщин слышу такое, вижу в интернете, то, что пишут, что если я хорошо зарабатываю, борщ я тоже варю, а зачем мне вообще мужик тогда? Зачем он мне нужен? Если это обуза, я сама и так все могу сделать. Я могу отработать, заработать вот такую купюру хрустящую, упаковку, потом прийти сама сварить борщ. Чего мне его просить? Унижаться, достал и вообще. То есть, просто говоря, а зачем тогда мужик? Ну, это ее позиция. Я понимаю, но я такие позиции слышу все чаще и чаще. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Если была какая-то одна, я бы сказала, она блаженная. Нет, все чаще и чаще, что у нас женщина теперь зарабатывает, она, наверное, хорошо готовит, а либо, если не готовит, если не умеет готовить, она скажет, а что мне готовить? Я так зарабатываю, что могу себе заказать из ресторана. И поэтому сразу вопрос, слесаря я тоже могу вызвать, соответственно. Все могу. Зачем? Отличный вопрос. К мужчинам. Прекрасный вопрос. Сейчас отвечу. Смотрите, вот все то, что вы сказали про прекрасную эту женщину, которая зарабатывает и то и все, мне кажется, это нормально, когда каждый индивид, неважно, какого он пола, самодостаточен. Да. Что он ни от кого не может, не зависит. Он сам вполне может обеспечить надлежащее качество своей жизни. Мне кажется, это прекрасно. А зачем в данном случае мужчина? Очень просто. Для того, чтобы наша жизнь была чуть более яркой, интересной, приятной, легкой. И чтобы в нужный момент времени у нас было плечо, на которое мы можем опереться. Потому что все-таки мы не роботы, и иногда нам тоже нужно отдыхать. Иногда мы бываем, болеем, находимся в декрете, уходим в отпуска. Иногда просто куда-то идем пообщаться. И в этот момент у нас есть сильная половина, да, на которую мы можем опереться, спокойно расслабиться и поделать свои дела. Вот и все. Ну, наверное, женщина становится такой самодостаточной, только когда есть мужчина рядом, который поддерживает, и ты знаешь, что у тебя тылы есть надежные, и сама там готова обеспечить тыл своему мужу. Мне кажется, это очень важно и дает ощущение такой полноценности. То есть вложишь подругу, на самом деле, выдерни тебя, почувствуй, что у нее все так хорошо, как ты думаешь. На самом деле, так оно и есть, и нам всегда кажется, что у нас все будет так вот ровно и замечательно, как вот сейчас. Но жизнь, она такая штука полосатая. Вот. И в критических ситуациях как раз вот такая взаимная поддержка, выручка, она всегда нужна. И все мы прекрасно знаем, что семья поддерживает всегда, там, и братья, и сестры, и родители, там, и родственники. То есть все сплачиваются, это на самом деле семья, и в этом ее ценность. Хотя все живут порознь и, в общем-то, иногда не общаются подолгу, но знают, что вот есть такие вот и друзья. А чем тогда объяснить такую статистику все-таки разводов, что сейчас по статистике, ну, у меня разные данные, что каждый второй, кто-то мне говорит, там чуть ли не 80% браков распадается. Ну, и лично как раз у меня почему-то склад впечатлений, что как раз из-за того, что если раньше, сто лет назад, как мы уже говорили, в времена Первой мировой, женщина понимала, что детстве некуда в случае развода, потому что ее на работу не берут и так далее, а куда у нее еще и дети, как правило, остаются с ней. А теперь женщина говорит, о чем мне этот муж? А вот раз, развестись, зарабатываю, хорошо, повара найму, полотера тоже, няню тоже, если даже у тебя там трехлетний ребенок, двухлетний. А зачем он мне? Потому что, а чем тогда, как мне вот эта эмансипация и то, что равноправимо полнейшему, не объяснить вот эту статистику разводов? Ну, давайте так, вот я скажу, если вот брать ту ситуацию, которую вы сейчас привели в пример, то с точки зрения женщины, это, наверное, если только этим объясняется, а зачем мне, то это, наверное, очень большая ошибка. Потому что, если мы имеем в виду, что уже есть дети в этой семье, то как же без папы? Если с ним все хорошо. По выходным будет приходить. Вообще-то чувства еще бывают. А как же его роль отца? По выходным. Если в этой конкретной ситуации нет чувств, ну, такое бывает. То есть сейчас массово наступило, что выясняется, что половина семьи создавалась без чувств, поэтому разводы. Нет, я думаю, что просто поменялись ценности. И люди по-другому стали, мы, девушки стали легко выходить замуж, а к браку стали относиться именно к браку по-другому. Более легко. Захотел, вышла замуж. Не понравилась, развелась еще раз. И никто тебя осуждать не будет. Это же уже норма. Для кого-то это уже норма. Да, для многих. А девушки, которые говорят, мне никто не нужен, я думаю, что каждый из них лукавит. Потому что вечером с бокальчиком мы рыдаем в подушку, потому что нам одиноко. Мы парны. Да, нам одиноко. Это мы высказываем, что мы такие сильные, смелые. И вот мы все сами можем и хотим, но мы все те же капризные маленькие девочки. Хорошо, капризные маленькие девочки, я вас услышал. Хочу еще такой обсудить момент, который вот все мы, наверное, слышали движение за рубежом Me Too. Попросту говоря, я тоже, можно перевести как меня тоже. Дескать, это началось с Голливуда. Актрисы одна с другой прям повально стали жаловаться, что когда-то до меня когда-то домогались. Правда, тем не менее, благодаря этим домогательствам они сделали карьеру. Хотя некоторые, а вот до меня домогались, а мне бы, наверное, поэтому глобус не дали золотой. Вот, а я отказала. Вот. Почему это движение, на самом деле, так распространено на Западе, а у нас практически нет? Мы же помним историю с Биллом Клинтоном, Моникой Левинс, когда там тоже домогательство, а там наши русские, уже не советские, а русские бабы писали им письма. Молодец, Билл, поддерживай, мужик. Вот. То есть, чем вы можете объяснить, что и сейчас в России, вот, вы помните хоть какую-нибудь нашу русскую актриску, который сказал «me too», я присоединяюсь. Я не помню. Вы, на ваш взгляд? У нас вообще разные страны, разные менталитеты, отношения, взаимоотношения между собой. Сравнивать это все равно, что сравнивать черное, белое, там, болото и озеро. Поэтому, я думаю, что мы никогда не примем вот эти зарубежные ценности, потому что мы изнутри другие. Я вот сейчас занимаюсь традициями, да, в силу своих, там, увлечений, хобби, работы, да. И я прекрасно вижу, что это идет из корней, из наших. И о корне у Америки, ну, 200 лет истории. А у нас история гораздо глубже, она уже сформирована, и вот эти вот вещи на нас, вот, ну, мы посмотрим, да, может быть, в чем-то согласимся, но в глубине души мы живем по-своему, вот, мы живем так, как нам хочется, и, ну, пусть они там и играются, может быть, им делать нечего, вот, а мы займемся более полезными делами, воспитанием детей, там, общением со своими половинами и так далее. Да, ну, вы что думаете? Я что думаю? Я думаю, что у нас вообще, в принципе, в стране тема сексуальности жестко табуирована. Вообще, в принципе, сексуальность. Вообще, в принципе. Средствующих времен. Сейчас тенденция наблюдается к более-менее такому сглаживанию, скажем так, да, прям такой табуированности жесткой, но в целом это имеет место быть. Если говорить о насилии, то это вообще домогательство, неважно. Там насилия, как правило, они, представьте, не было. Если прям вот говорить, у нас, в принципе, любая тема касательно, в любой форме домогательства, насилия, воспринимается женщиной как нечто ужасное, что недопустимо вообще обсуждать хоть с кем-то. И даже случаи реального, я знаю факты, когда длительное время, да, реальное насилие было, да, там, неважно со стороны кого, но при этом это долгие годы замалчивалось и не обсуждалось ни с кем, даже с подругами, даже с близкими родственниками. Насилие хорошо. Когда это приносят только на прием психолога. Но все-таки эта вот тема Me Too, там в массе своего вот этого изнасилования классического не было. Там были, как они говорят, харассмент, то есть домогательство, давай, ты ко мне будешь благосклонно, а зато ты будешь звездой. И они звездами становятся в итоге. Они же стали в итоге звездами. Это инструмент, это инструмент, это способ. А вам не кажется это аморально, что ты сначала ответил благосклонностью, а потом, когда ты уже звезда пленительного счастья сказал, он, и в итоге этого несчастного Вайнштейна посадили, нет, он может быть и подлез, но зная американские темы, когда там вот никак не так посмотришь на девушку, она уже тебя в суд пойдет, что ж ты молчала 20 лет? Ну слава богу, захотелось пиара. Это вопросы личного интереса, и если мы говорим в таком контексте, в таком контексте, то это вопросы манипуляции достижения желаемого, а какая разница, каким способом она это сделала, да, аморально, но она же получила, чего хотела. Вот, а потом еще и посадила. А это уже для нее совершенно не важно. Прекрасно. Екатерина? Ну, я считаю, что да, это просто какой-то инструмент, что вот сейчас мне понадобилось какой-то пиар, да, чего-то добиться именно в этот момент. Я вспомнила историю, когда-то там, ну, они считают так. Слава богу, мы считаем по-другому. То есть, вы считаете, что это не движение, искреннее движение униженных и оскорбленных? Для кого-то может быть. Но опять же, если где-то что-то происходит, значит, это кому-то надо. А за счет иной ментальности, ну, это используется как отличный инструмент. Ну, то есть, об этом можно говорить. Но, Татьяна, я хорошо, я понимаю мысль, что кто-то этих видов искренне были унижены и оскорблены. Но я еще раз говорю, учитывая специфику американской юриспруденции, а что ж ты молчал столько лет? Мы знаем полную историю, когда вот только-только сразу нам сообщают, и там сразу полиция все посадили и в солнечную, куда они-то, Аляску отправили на добычу золота. Они боялись. В Америке? В Америке? Ну, видимо, да. Одна пошла, и все за ней. Стадные эффекты. Стадные эффекты. Ну, еще раз говорю, полно историй, когда никто не боится. Вот сразу же письмо в полицию и так далее. А эти боялись? Ну, потому что их это задело. А, видимо... Два след спустя. Ну, есть еще... Нет, которые сразу. А, а это как-то... А, фига, а потом что ж я дуру молчал-то? И у меня тоже получится. Вот же одна звезда есть, вон какая звезда. Так и у меня тоже так получится. Так и я сейчас вспомню, да. Ну, есть еще провоцирование определенных ситуаций, и когда достаются определенные факты в нужное время, чтобы они выстрелили с большей эффективностью. Поэтому здесь, когда люди выходят на определенные... Может быть, тогда этот человек был никому не нужен, и с него нечего было взять, поэтому... Кто был ничем, подстанет всем. ...чего об этом вспоминать и говорить. А когда он оброс деньгами, связями, уже появились возможности там для шантажа и других манипуляций. У нас осталось полтора минуты. Если кратко, 8 марта. Как проведете, Ирина, что такое 8 марта? Трудовой день, когда торты, пирожные, мясо и так далее? Или отдых? Праздник? Ну, мы любим отдых. Поэтому любим работать. Я думаю, что будем отдыхать. Достаточно выходных, чтобы под домашними делами позаниматься. А так с семьей, возможно, с гостями что-нибудь приятное. Я однозначно дома с семьей буду ждать завтрак в постель. А муж будет в обед ждать. Тюльпаны. Это уже главное, что будет утром. У меня одни мальчишки, я одна принцесса в своем доме. Поэтому я буду наслаждаться этим днем дома. Ну, сами будет что-нибудь? Ну, конечно. Татьяна. Это будет жизнь, так же, как и всегда. Ну, наверное, с большим элементом праздника. Работа в ней тоже будет, естественно. В смысле готовка? Нет, работа. Работа? 8 марта? Ну, наверное, чуть-чуть что-то будет и по работе, скорее всего. Жизнь, это просто жизнь. Ваш клиент, кто 8 марта, придут психологы, бедные люди. Ох, ужас. Кому-то наверняка захочется. Но в целом это будет, конечно, праздник в любом случае. Однозначно. Хороший семейный праздник. Ну что ж, была программа «Тема дня». Мы накануне 8 марта говорили о женщинах наших, русских, современных, что они собой представляют. Дорогие женщины, я вам желаю все-таки, чтобы в вашей жизни было как можно больше праздника. Чтобы вас любили, ценили. Например, чтобы вы были как Екатерина-принцессы в своем доме. Ну, или королевой. Спасибо большое, уважаемые гости. Была программа «Тема дня». С наступающим. Хорошего весеннего настроения. Спасибо. С праздником. С праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова